Восточная сказка Евгении Логвиной началась еще в студенчестве. Будучи второкурсницей, народницей Университета культуры и искусств, девушка посетила Объединенные Арабские Эмираты, где и оказалась заложницей местного фольклора. Сегодня Евгения хореограф-постановщик, призер чемпионатов Беларуси, мира и Европы, судья международной категории, глава правления Детской международной лиги восточного танца. Всех титулов нашей героини и исчезть. Первые занятия, они достаточно были смешные и нелепые, потому что мне мое балетное образование как раз-таки очень сильно мешало. Восток это полное расслабление, женственность, нежность, неторопливость. А нам с нашей профессиональной балетной закалкой всегда хочется очень сделать все быстро, четко и приходилось себя немножечко от этого отучать. Но в то же время и балетная закалочка мне помогла победить в моих первых соревнованиях и стать чемпионкой Беларуси многократной. И дальше представляет нашу страну на международных фестивалях и конкурсах. Сцена стала ее лучшим педагогом, а идейным вдохновителем сама арабская культура, которой необходимо было пропитаться до кончиков волос, чтобы прожить танец так, словно его природа заложена в крови. За этническим просвещением она ездила в Египет, четыре года жила в Ливане, изучая не только арабский язык, но и язык тела. В этом танце просыпается внутренняя любовь к своему телу, это просто выражение своей души посредством пластики, посредством движения. Каждая танцовщица, каждая исполнительница выражает то, что в ее душе. И у каждого своя история, своя философия. Восточный танец как раз пластику и раскрывает, раскрывает женственность, чувственность музыки развивает очень сильно. И, естественно, осанка, она никогда девушке не будет лишней. Самым приятным моментом в моей карьере была не какая-то победа на соревнованиях. Было мое выступление во дворце ЮНЕСКО в Ливане. Я танцевала очень известную арабскую композицию, и зал был наполнен, естественно, ливанцами. И в конце исполнения зал встал и аплодировал мне в стояк. О том, что Евгения – звезда восточного танца мирового масштаба, свидетельствуют десятки кубков и медалей. Безусловно, есть среди них особенно ценные. Вот эта медаль, которую мне одели на соревнованиях в Ливане со знаком Ливана, с ливанским флагом. Я тогда была растрогана до слез. Наверное, из самых примечательных, еще и самых важных для меня вот эти два кубка – это третье место на чемпионате мира. Оно немножко обидно, но все равно ты в тройке призера. Все равно ты представил Беларусь на достойном уровне. Чувство гордости испытывают и ученики, постигая азы экзотического танцевального искусства у такого звездного педагога. Слово у самой старшей ученицы на секундочку 68 лет. Не становится препятствием ни возраст, ни путь в несколько тысяч километров, который готовы преодолеть начинающие танцоры, чтобы попасть такие в руки мастера. Из Москвы я приехала в Минск к прекрасному педагогу Евгении Логвиной, чтобы потренироваться, подготовиться, отработать свою программу. После тренировок с Евгением я, конечно, планирую, что победа будет за нами на чемпионате мира. В победе Дарьи можно не сомневаться, ведь если за дело берется Евгения, успех гарантирован. Она по натуре перфекционист и поставленных целей добивается во что бы то ни стало. Я очень горжусь тем, что на всех международных фестивалях звучит теперь и белорусское имя. На моих плечах в определенной степени лежит развитие этого направления в Беларусь. Именно его правильное, корректное, скажем так, развитие во всех сферах восточного танца, а не только того танца «Живота», который ресторанный, который мы знаем. Хотелось бы донести людям именно культуру и философию этого танца больше, нежели его только развлекательную сторону. Сиять как можно ярче звезде Востока желают Мария Кронда, Николай Петенок. Утро. Студия хорошего настроения.